В Берлине казахстанские бизнесмены заключили ряд соглашений с немецкими компаниями. Последние заинтересованы в сотрудничестве не только в промышленной отрасли, но также в сфере IT и образовательных услуг. Делегация во главе с вице-министром промышленности и строительства Казахстана Ужасом Сапарбековым приняла участие в ряде экономических мероприятий в столице Германии. Подробнее в материале. Казахстанский рынок представляет большой интерес для предпринимателей из Германии. В республике насчитывается более 700 совместных предприятий. Государства намерены расширять этот список. Во время встречи с ведущими немецкими деловыми ассоциациями казахстанская делегация представила инвестиционный и промышленный потенциал нашей страны, а также презентовала ряд конкретных проектов. Были подписаны ряд соглашений и меморандумов. Мы понимаем, что нужно привлекать трансфер технологий, налаживать взаимное сотрудничество в развитии компетенций. Были подписаны соглашения по образовательной части, то есть по развитию образования в рабочих специальностях, рабочих направлениях. Также были подписаны уже непосредственно бизнесовые документы по взаимному сотрудничеству. Соглашения подписаны не только с крупными немецкими холдингами, но и с представителями малого и среднего бизнеса, которые считаются фундаментом экономики ФРГ. Многие из них уже реализуют совместные проекты с казахстанскими предприятиями. К примеру, осенью прошлого года в Кустанайской области запустили производство сухого кобыльевого молока с использованием немецкой технологии сублимации. На встрече в Берлине взаимовыгодное сотрудничество продлили. Сотрудничаем больше двух лет с господином Цольманом и его компанией Цольман Стутернмил. Как раз таки сегодня второй этап подписания соглашения. Мы его подписали. Теперь в этом году мы будем запускать совместно с его компанией косметику, косметические средства на основе кобыльевого молока, то есть полностью органическое. То, что мы сегодня подписали здесь на этом мероприятии, это старт новой совместной работы с Казахстаном, а именно с Кустанаем. Мы планируем всю продукцию, которую мы выпускаем здесь в Германии, выпускать также и в Казахстане. Я на протяжении всей своей жизни занимаюсь кобылим молоком и считаю, что у Казахстана большие перспективы в этой сфере, которая является страной происхождения этого напитка. Казахстанская делегация также встретилась с руководством Федерального союза малого и среднего бизнеса Германии. Переговоры прошли на полях ежегодного крупнейшего форума «День будущего. Средний класс». В нем принимают участие свыше пяти тысяч компаний, многие из которых являются технологическими лидерами в своих отраслях. Важно создать так называемый мост между средним бизнесом Германии и Казахстана. Мы планируем в конце апреля посетить Казахстан большой делегацией и сферы машиностроения. Это станет отличной возможностью для продвижения сегодняшних договоренностей. Наиболее успешными сферами, в которых задействованы немецкие компании, являются сельскохозяйственное машиностроение, сырьевая промышленность и ВИА. Казахстанские специалисты заинтересованы в немецких экспертизах, трансферте, ноу-хау. Члены казахстанской делегации посетили стенды наиболее перспективных для сотрудничества предприятий и провели переговоры по налаживанию делового партнерства. Ассель Абдыкалыкова, 24КЗ, Германия.